Друзья, всем большой привет! Мы продолжаем рассматривать необычные модификации самолётов, и сегодня познакомимся с итальянским монстром, оснащённым 102-мм орудием. Знакомьтесь, итальянский Piaggio 108A. Это далеко не единственный самолёт, на который пытались установить орудия крупных калибров, но, как правило, конструкторы ограничивались калибрами не более 75 мм. Существовали, конечно, и откровенно безумные проекты, но они не были воплощены в металле, в отличие от нашего итальянца. Впервые предложение оснастить итальянский бомбардировщик Pi 108 тяжёлым орудием для борьбы с кораблями противника предложил в 1941 году Эттора Мутти. После его встречи с главным конструктором самолёта итальянцы приступили к работе по оснащению бомбардировщика тяжёлым орудием. Изначально планировалось оснастить бомбардировщик зениткой калибра 90 мм фирмы «Ансальдо», однако ввиду дефицитности орудия от идеи отказались. Поэтому было принято решение взять за основу старую 102-мм пушку 1914 года. Хоть она и не была столь скорострельной, зато обладала меньшим весом и выпускалась большей серии. К 1940 году в итальянской армии числилось ещё 110 орудий этого типа. К сожалению, не сохранилось сведений относительно того, какую именно модификацию установили на бомбардировщик. Оружие использовало несколько типов снарядов – фугасный, шрапнельный и бронебойный. По понятным причинам от шрапнельных боеприпасов отказались, так как самолёту предстояло бороться с кораблями противника. Зато фугасные и бронебойные снаряды показали себя с хорошей стороны. При стрельбе с дистанцией 1500 метров обеспечивалось пробитие 153-мм бронеплиты под углом 90 градусов. Проектные работы по переоборудованию самолёта были завершены к осени 1942 года. Они заключались в демонтаже носовой кабины штурмана со стрелковой турелью, а также заменой на непрозрачный обтекатель. Пушка размещалась в нижней части фюзеляжа под углом 5 градусов. Отдача орудия при стрельбе частично нивелировалась мощным пружинным демпфером. Позади орудия располагался объёмный стеллаж для боеприпасов, занимавший почти всю высоту фюзеляжа. Боекомплект самолёта составлял 50 выстрелов. Для обслуживания орудия добавили нового члена экипажа, который занимался подачей боеприпасов. Прицеливание и стрельбу осуществлял пилот, в распоряжении которого был аналоговый баллистический вычислитель. 16 декабря самолёт впервые поднялся в воздух с аэродрома в Савонне. Лётные данные самолёта не сильно изменились, несмотря на столь значительные изменения в конструкции. После ряда доработок самолёт передали на государственные испытания. Итальянцы испытывали орудия на высоте от 1,5 до 4,5 тысяч метров с целью выработки тактики применения самолёта. В общей сложности было выпущено более 200 снарядов. Машина показала стабильную работу, и в документах не было критических нареканий по её работе. В итоге, после дополнительных испытаний, идею признали годной, и итальянцы решили изготовить 5 Пи-108, получивших индекс А. Правда, этим планом не суждено было сбыться. 6 сентября 1943 года итальянцы наконец установили баллистический вычислитель с новым прицельным комплексом. Но буквально через несколько дней Италия капитулировала. В итоге единственный прототип попал в руки немцев. Последние его перекрасили и нанесли опознавательные знаки Люфтваффе. Правда, в начале 1944 года самолёт повредили в результате налёта авиации союзников, а позже его разбомбили окончательно в испытательном центре в Рехлине. На этом история удивительного самолёта завершилась.